В описании к видео вы можете найти временные метки, нажав на которые переместитесь сразу в соответствующую часть ролика. Внимание! Данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде. Все, что вы видите на экране, выполнено профессионалами. Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня у меня на обзоре ирландско-российский виски от компании «Ладога» Гарри Грин. В принципе, от компании «Ладога» ничего, наверное, приятного я не пробовал. Но вот так совпало, что 0,7 удалось купить рублей примерно за 800. Я не думаю, что сейчас стоит обсуждать цену. Об этом я скажу, конечно же, в конце видео. Но пока отношусь я к нему с предвзятостью. Поэтому попробуем и все у нас получится. Так, дату розлива можно найти, естественно, на бутылке. Она на задней этикетке. В моем случае это 24, 08 и 23 года. Сразу я налью. Используется металлическая винтовая крышка. Дозатора нет. В принципе, налил. Пусть постоит, подышит, несмотря на то, что это российский виски. И, может быть, что-то это нам даст. Так, ну что, виски постоял. Бутылка, в которой он поставляется. В принципе, стандартная висковая. Ничего такого. Достаточно неброская этикетка. Не очень привлекательная. Но берет своей лаконичностью. Взял, в принципе, опять русский алкоголь. И что ж, давайте посмотрим, что получилось у компании «Ладога» в этот раз. То есть, шотландскими вискарями там не задалось, это понятно. Но вот, может быть, ирландский, может быть, получился лучше. Запах, мне кажется, как от всего российского виски, который производит компания «Ладога». То есть, пахнет чуть-чуть деревом. Я думаю, это опять кавказский дуб. И ничего вкусного он лично для меня из себя не представляет. Ну, здесь каждому, конечно же, свое. Кому-то, я смотрю, нравятся напитки компании «Ладога». Поэтому здесь все имеет место быть. По запаху ничего такого. Есть небольшая кислинка. Ну, будем надеяться, что все-таки ирландский виски вышел гораздо лучше, чем шотландский. Попробуем. Ну, кстати говоря, в запахе спирта не было. Нет его и на вкус. Есть какие-то цветы на вкусе. Виски совершенно не сладкий. Ну, чуть-чуть сладкий, как виски. Но, тем не менее, он не очень сладкий. Цветочность какая-то прям такая, ну, не знаю, приятная. Неожиданно. Компания «Ладога» все-таки смогла сделать что-то более-менее. Дерево кавказского дуба, к радости моей, нет. Чуть-чуть горчит. Ну, в принципе, виски как виски. Не то, чтобы прямо ирландский вон стал от того, что нет кавказского дуба здесь, да. Но, по крайней мере, пить можно. То есть, на послевкусе, ну, не знаю, может быть, немножечко каких-то сухофруктов и цветов. Все, в принципе. Больше ничего такого. Достаточно приятно. Я вот один из первых раз, наверное, про компанию «Ладога» так говорю. Но удалось хоть что-то, наконец-то, более-менее приличное сделать. Напиток, если честно, очень обжигает полость рта. Хоть и спирта не чувствуется. Он 40-градусный, если что. Так, ну, так попробовали. Давайте попробуем с колой, как обычно. Вжух. Кола уже в стакане. Давайте посмотрим, что получилось. Не появились ли какие-то запахи, которые нам не нужны в этом напитке. Ну, нет, кстати говоря, даже не кавказского дуба и вот этого ничего. Просто виски пахнет орехом еще. Почему-то пахнет, что вообще странно, но... Причем арахисом. Вот это неожиданно. Не знаю, что дает этот вкус, запах, цвет. Но достаточно приятно. Давайте попробуем с колой. Ну, нет. Кстати, вот чувствуются висковые дистилляты. Арахис, ну, не знаю, в запахе вот есть, а так... Ну, я не чувствую, по крайней мере. На вкус. Ну, достаточно приятно с колой идет. Прям честно, я удивлен. Я удивлен. Ладога, спасибо, что вы, наконец-то, сделали что-то, что можно пить обычному человеку. Итак, можно подвести итог. Пришлось переделывать оригинальную концовку с виски Гарри Грин. По причине того, что, постояв где-то сутки, он начал издавать, источать запах мокрых носков. Вот знаете, когда дети приходят с улицы, когда-то там по весне, по осени, с мокрыми носками. И специфический такой запах распространяется. То есть, все, что было сказано хорошего, касалось свежеоткрытой бутылки. К сожалению, после того, как она постояла, вкус этот мерзковатый добавился все-таки. Которого я еще нигде не встречал. К радости, к сожалению, не знаю. Но вот он теперь есть. Поэтому как-то надо его еще допить. Ну, видимо, допьем. Вот, поэтому оценка данного виски Гарри Грин российского розлива от компании Ладога всего лишь будет 3 из 10. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Будет интересно.